Привет, чемпионы! Все мы копируем технику лучших из лучших и всегда на них ориентируемся. И сегодня мы разберем, стоит ли этим заниматься или нет. Если вы профессионал и ездите на соревнования высокого уровня, то ваша обязанность равняться на технику элитных спортсменов мирового масштаба. А если вы любитель или чуть не дотягиваете до высокого уровня соревнований, то здесь нужно быть поаккуратнее. И сейчас объясню, почему. Паша, все, поехали. Все, накатываем? Да. Все дело в том, что профессионалы по умолчанию делают базовые элементы в технике идеально. А у любителей 99% этих элементов выполняется не очень качественно. А сейчас нажмите видео на паузу и напишите, на что вы первым делом обращаете внимание, когда видите профессионала и над водой, и под водой. Ну что вы написали? Грибок, захват, проносы. Но мы все знаем, что это не является базовыми элементами в технике. А что является? Первое. Положение тела и ротация корпуса. У олимпийских чемпионов и тех, кто близко к этому, она идеальная. Это нужно для уменьшения сопротивления. Второе. Это качественный вдох. Вы видели когда-нибудь, чтобы олимпийский чемпион поднимал вот так голову из воды? Если, конечно, он не на открытой воде и не смотрит, где он плывет. Третье. Вы когда-нибудь видели, чтобы профессионал провалил руку на вдох и сильно хромал? Ну да, польтеньери. Ха-ха-ха. Но он не проваливает руку под вдох. Это асимметричная техника. И ей в основном плавают пловцы на открытой воде. Четвертое. Это сочетание рук и ног. Важно, чтобы эти два двигателя работали в унисон. Это мы знаем. И у профессионалов такого обычно не бывает. Есть уникальные случаи, но все равно это достаточно идет ритмично у них. Пятое. Вряд ли вы следите за тем, как профессионал дышит. Где он вдыхает, насколько глубоко. Когда начинает выдыхать, чем, носом или ртом. Где он заканчивает выдох. Когда он поворачивает голову на вдохе. И когда вдыхает. Вы смотрите опять за грибком. Плохватый. Да почему же нельзя любителям смотреть на профессионалов? Все дело в том, что вы не сможете по их технике научиться вот этим базовым элементам. А чтобы грамотно научиться этому, нужно смотреть наш канал с упражнениями, которые эту проблему решают. Если вы пытаетесь копировать профессионалов, брать отдельно правильно выполненные элементы, предположим, как захват. Но когда у вас неправильные базовые элементы, это все равно, что на сломанной машине, которая не заводится, протирать все время лобовое стекло тряпочкой и думать, когда же она заведется. Чемпионы, у вас точно есть знакомые, у которых полно базовых ошибок в технике плавания. Но которые сосредоточены на каком-то одном конкретном элементе. Спасите их. Отправьте им ссылку на наш сайт. Пусть научатся правильно плавать. Продолжение следует...